Добрый день, дорогие телезрители! В эфире передача Куншлак, и с вами я, ее ведущая, Лаура Бесплатова, на календаре 18 октября. Наконец, неделя завершила свой круговорот, и мы снова вернулись к пятнице. Желаю всем хороших выходных, бурных, веселых, насыщенных и ярких. Желаю отдохнуть так, чтобы сил и хорошего настроения хватило на всю следующую неделю. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И даже мы сейчас видим... Андрей, а что вас именно сподвигло, Алексей, извиняюсь, сподвигло именно выбрать эту профессию, прийти на эту работу? Да, сразу после окончания института не планировал устраиваться. Знакомые, работающие в этой сфере, тоже в сфере ЧАЭС, посоветовали, потому что профессия спасателя очень интересная, рассказывали много про нее. То, что спасатели участвуют в различных родов выездах, выезжают в горную местность для приобретения профессиональных навыков, очень как бы интересные. Решил попробовать, устроился, очень понравилось тоже, много навыков приобрел, которых бы в гражданской жизни навряд ли приобрел. С 2004 года работаем в оперативно-спасательном отряде. Почти, в основном, каждый год выезжаем на соревнования. Ну вот, одним из соревнований мы знаем, это был республиканский сбор, именно семинар спасательных подразделений КАСПАС-2019, где вы заняли второе общекомандное место. Да, второе общекомандное место. И можно об этом тоже рассказать нам подробнее? Соревнования проходили в Алматинской области, в 40 километрах от города КАСПАС-2019, проходит ежегодно. В этом году он был республиканский, но в те годы иногда руководство комитета по ЧАЭС приглашает и иностранцев, иностранные государства для участия в этом сборе семинара КАСПАС-2019. Но в этом году проходил республиканский сбор семинаров. Ну вот как раз мы сейчас видим на экране кадры. Да, на экране мы видим, что наша команда участвует там, в этом сборе семинара, пять этапов. Первый этап – это кросс по пересеченной местности, второй этап – комплекс силовых упражнений, третий этап – поисково-спасательные работы при техногенных катастрофах, поисково-спасательные работы на акватории, и пятый этап – поисково-спасательные работы в природной среде. Вот на данный момент проходит этап кросс по среднепересеченной местности. По кроссу вообще в соревнованиях участвовало 16 команд из республики. По кроссу мы заняли общее место – пятое. По комплекс силовых упражнений наша команда заняла второе место. По поисково-спасательным работам в условиях техногенных катастрофах наша команда заняла первое место. Там, в этом этапе, он состоит из пяти этапов. Как вы видите, вот сейчас показывают этап – железнодорожная катастрофа, автомобильная катастрофа, этап, подэтап есть химия, этап есть лабиринт, где спасатели под землей находят и эвакуируют пострадавших. Также этап есть там форт, типа промышленное какое-то здание, где тоже очень трудно, очень тяжело пролезть, а еще необходимо эвакуировать и лечь спасателей. Вот на данный момент показывает этап форт. На этапе поисково-спасательной работы на акватории наша команда заняла тоже второе место. И в условиях природной среды также второе место заняла наша команда, и общекомандное место заняли второе тоже. Спасибо. Ну вот скажите, пожалуйста, уважаемые гости, какими все-таки качествами должен обладать настоящий спасатель? Мы видим, что очень много испытаний, сложностей, трудностей было на ваших сборах, но все-таки вы преодолели и достойно вышли из любой трудной ситуации. И я думаю, второе место – это, конечно, большой успех, я бы сказала так, это занять второе место на республиканском таком уровне. Это же, видите, многого стоит, дорогого стоит. И скажите, вот… В течение 36 лет мы занимаем призовые места, первое, второе, третье место. Это уже итоговый протокол даже бы нам скинули. Да, протокол наших соревнований по спасательному договору. Такого еще у нас не было. Да. Спасибо. Ну вот, как мы поняли, эта профессия включает в себя сразу несколько, скажу, даже специальностей, я бы сказала. Водитель, да, пожарный, верхолаз, водолаз и даже медик. Да, даже медик. Все спасатели у нас обучаются, проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи, потом получают сертификат парамедика, который могут оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. В экстренных случаях, при чрезвычайных ситуациях. Наши спасатели обладают многими, многочисленными навыками, да, при спасении, которые необходимы им при спасении жизни людей и окружающей среды. Спасибо. Шамбулат, расскажите, пожалуйста, нам тоже о своей работе и за какую помощью часто обращаются вот к спасателям. И вот были ли у вас такие случаи из практики, которые действительно запали в душу, то есть произвели на вас, ну, такое более, скажем, серьезное впечатление и запомнили на всю жизнь? Конечно, каждый случай по-своему особо, но все-таки. Да, каждый случай по-своему запоминается. Ну, в основном у нас в данный момент, как блокировка двери, в основном, очень много вызов бывает. Ну, человек забывает, может, ключи дома, в магазин уходит, ну, дверь захлопнется и не может попасть домой. В основном такие случаи более запоминаются. Чаще встречаются? Да, чаще встречаются. Чаще встречаются? Типа ночью, особенно, под утро. Там очень трудно рассказать, но она просто запоминается. А вот насчет соревнований нам здесь в основном спорт должны любить, в основном, работу уважать. Все спортсмены, выносливость, очень помогают. Мы готовимся очень хорошо, руководство всегда помогает. Все команды сплоченные, за это у нас всегда вот так хорошие результаты. Слаженная такая идет работа. Ведь на этих соревнованиях самое главное, это же ведь команда, да, то есть они за всех, и за всех. Все за одного, как говорят, вот этот дух коллективизма, да, ваша сплоченность. Мы сейчас видим на экране. Рала, мы знаем, что у вас тоже очень много, скажем, достижений, успехов в вашем труде. Хотя вы молоды, но уже довольно-таки успели за свою жизнь, в своей работе, скажем, превзойти, да, своих, даже, может, некоторых коллег. Расскажите нам тоже. Вообще, я хочу начать с того, как я вообще пришел в эту систему. То есть я еще с детства мечтал о военной форме, о носить вагоны, хотя у меня династии, в семье нет таких людей. Вот, и в школьные еще годы мне посчастливилось быть, можно сказать, учеником, может сказать, участником секции. То есть я ходил на секцию, есть профессиональный спорт пожарный, называется ОМПО. Вот, и я еще со школьных лет начал заниматься данным видом спорта. И в один из дней мне тренер мой рассказал о существовании единственного высшего учебного заведения, которое находится в городе Кушетал, где обучают именно быть спасателем, быть пожарным. Вот, и меня заинтересовал в тот момент именно тот факт, что данный вуз является единственным в Казахстане. Вот, и в этот момент проявился интерес, стало интересно, можно сказать, поставил цель для себя именно поступить именно в данный вуз, который единственный в Казахстане. Вот, для такого рода вот была цель. Вот, и в 2010 году, после окончания школы, я поступил в данный вуз и продолжил обучение там, 4 года обучался. Вот, и в ходе обучения я также занимался данным спортом. Вот, побывал на международных соревнованиях, то есть в 2012 году в городе Плодьев, республика Болгария, проходил международный чемпионат, то есть чемпионат мира по образовательному спорту именно среди курсантов. И на данном соревновании мы в составе сборной Казахстана заняли третье общекомандное место. Вот, далее, после окончания вуза я службу начинал в гарнизоне Западно-Казахстанской области, а именно с должности старшего инженера специализированной пожарной части. То есть начинал непосредственно с выездов, то есть тушения пожара и спасения. Из случаев самозапоминающие может стать тот факт, что в зимнее время, особенно в морозные дни, запоминается тот факт, что бывают ночные выезда, то есть ночью случается пожар в жилом доме, многоэтажный дом в основном, вот, и в те такие морозные, суровые зимние дни, то есть ночью, происходит то, что после тушения получается боевая одежда вся мокрая, она замерзает. Вот, ты получается уже, ну, как бы пожар потушил, у людей спас, ну, ты сам уже весь замерзший, вода на тебе замерзает, и ты его как бы неподвижно ходишь. А получается, как в должности старшего инженера, мне нужно дальше заполнять документацию соответствующую, и ходишь, опрашиваешь, собираешь объяснительные, объяснения собираешь, ну, у очевидцев. И в тот момент, вот, то, что запоминается, вот, тот факт, что вот именно в такие дни, ну, такие моменты случаются. Вот, вообще наша работа требует такие качества у человека, как, ну, спортивные телосложения, спортивные навыки, то есть человек должен быть физически развитый, здоровый, вот. Вот, но основное здесь качество, это, можно сказать, доброжелательность. То есть в нынешнее время не каждый человек, вообще наши спасатели, я думаю, самые благородные люди в этой жизни, они, невзирая на те опасности, которые их ждут, получается, спасают людей, спасают их жизни, имущество, можно сказать, не щадя своей жизни, вот, хотя у каждого есть своя семья, свои дети, вот. Вот, поэтому наши спасатели самые доброжелательные, которые только желают добра, вот, и чтобы было поменьше выездов, поменьше выездов на чрезвычайные ситуации, на пожары и на другие виды ЧС. Спасибо. Ну, вот, скажите, не всегда, видите, удается, да, спасти людей, как вы говорите, хорошо, что вы сейчас это с улыбкой, да, все это рассказываете, когда все уже закончилось, все это, вы спасли людей и с облегчением уже, да, то есть то, что вам удалось спасти. А вот что испытываете, когда вот не удалось спасти кого-то? Бывают же и такие моменты? Да, конечно, такие моменты бывают, такие моменты у нас встречаются в основном, когда извлекают утонувшего человека из воды, то есть пропадает человек, допустим, или приходит сообщение об утонувшем человеке, например, и наши водолазы производят поисково-спасательную работу, и в этот момент родственники все уже стоят на берега, ждут. Ну, каждый в душе надеются, что его родной жив или еще что-либо, и в этот момент, конечно, наши спасатели психологически тяжеловато, то, что... Это должны объяснить родственникам. Да, объяснить, да, передать тело, в этот момент вообще вот родственники плачут, кто-то уже истерически плачет, можно сказать так, кто-то не хочет осознавать того, что произошло. В эти моменты, конечно, психологически тяжело, но наши спасатели, конечно же, у каждого подразделения есть свой психолог, проводят тренинги соответствующие, то есть психологически они подготавливают наши спасатели. Ну, мы как все люди понимаем, что такое жизнь, что такое смерть, поэтому любому человеку, конечно, не совсем легко в такие моменты. Вот. Ну, такие ситуации. Еще именно, в частности, случаев пожаров, вот буквально у нас недавно был случай, когда в дачном домике сгорело три человека, из которых один был ребенок, 3-4 года где-то. Вот. В такие моменты тяжело, то, что из-за пренебрежения правил пожарной безопасности, из-за безответственности взрослых людей страдают дети, потому что ребенок, у него жизнь только начинается, и в такие моменты тоже обидно. Именно за наше взрослое население, которое так относится к своим детям. Спасибо. Ну, вот, что вы можете сейчас сказать нашим телезрителям, вот, исходя из своего, скажем, богатого жизненного опыта, чтобы не допустить вот таких случаев, таких пожаров? Действительно, бывает вот по своей какой-то вот неосторожности, да, какой-то маленькой, вот, скажем, ошибки они теряют, да, своих родных и близких людей, и вот, мне кажется, сегодня стоит еще раз напомнить. Давайте я напомню, случаев на воде много, в этом году 25 человек утонувших, из них 5 детей, ну, все это по ошибкам взрослых людей. И вот, хочу напомнить также людям, что нельзя делать, в первую очередь, нельзя оставлять детей одних без внимания около воды, даже не только в воде, но и около воды, находиться детям одним, без взрослого человека, без взрослого родителя. Во-вторых, спиртные напитки не употреблять, когда приходите на какой-то водоем, даже если не пришли не купаться, а так посидеть около воды, отдохнуть, После принятия спиртного напитка всегда человек расслабляется, у него появляется желание искупаться, так что... Да, храбрость начинает преодолеть, поэтому распитие спиртных напитков во время прибытия около водоема не разрешено. Также нельзя нырять в недоступных, ну, в незнакомых местах для этого, нельзя нырять в сплавательных средств, всегда необходимо знать акваторию данную, где купаешься, в разрешенных местах необходимо купаться. Это что связано с акваторией. В домах бывают люди, выходят быстренько ходить, выкинуть мусор, или сходить сбегать в магазин, оставляют одних дома малолетних детей, которые только-только начинают ходить, допустим, два года, там, год-два, или когда дети спят, также могут оставить, придя домой... Алексей, извините, я вас прерву, у нас на линии давно уже ожидают телезрители, далее вы продолжите обязательно. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло? Я слушаю вас. Это я вас слушаю, здравствуйте. А, все, потому что долго ждала. Здравствуйте, передача дорогая. Здравствуйте. Просто хочется воспользоваться случаем и объявить благодарность спасателям, которые пришли на выручку 15 октября сего года. Захлопнулась в дверь, в квартиру не могла попасть, дело к ночи. На помощь пришли, но сделать ничего не удалось, пока не обратились в службу спасения. Приехали трое мужчин, помогли открыть дверь. И не только выручили из ДД, но еще и наладили запор. И хочу выразить благодарность руководителю Килишеву Оскару Рыбасаровичу за подбор кадров, для которых чувство долгоответственности присутствует на деле и на словах. Низкий поклон и огромная благодарность работникам МЧС, побольше бы таких людей. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Татьяна. Работники еще помнят этот случай, потому что 15 октября. Припоминается, да? 15 октября Татьяна, наша зрительница. Это завтрашняя смена, которая будет завтра заступать. Она дежурила 15 октября, значит, они выезжали. Вот буквально недавно. Да, вот три дня назад получается. Спасибо вам, Татьяна, большое за ваши слова благодарности. Действительно, это очень приятно, это вдохновляет. И я думаю, что для вас это, наверное, большая награда, скажем, когда вас благодарят за ваш труд. И действительно, это очень дорогого стоит. Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона 28 58 69. Вы сегодня можете не только поздравить спасателей с их профессиональным праздником, но также выразить им слова благодарности. Может быть, еще кто-то смотрит нашу передачу. Кого вы спасли когда-то? Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что спасателям сегодня будет очень-очень приятно услышать в свой адрес вот такие слова благодарности. А когда еще, если не в прямом эфире, согласитесь? И в честь праздника. Давайте касательно пожарной безопасности. Хотелось бы предупредить наше население области. То есть сейчас у нас период отопительного периода. Очень много случаев загораний, пожаров именно в жилом секторе. В целях недопущения пожаров в жилом секторе департаментом ПУЧС проводится огромная работа, широкомасштабная. Широкомасштабная пропагандистская работа. То есть проводится разъяснительная работа во всех сферах деятельности. Это сфера образования, здравоохранения. Также большой акцент делаем именно на социально уязвимые слои населения. То есть проводим комиссионные посещения данных слоев населения. Совместно с управлением социальной защитой, социальной программой и координацией занятости. Данная работа проходится на плановой основе. В этой связи хотелось бы обратить внимание всего нашего населения, а именно взрослого населения. Так как мы должны осознавать, что мы должны беречь не только себя, но и своих родных, своих близких, детей особенно. Много фактов у нас именно причин возникновения пожаров. Это неосторожное обращение с огнем, грубое нарушение правил пожарной безопасности. Именно в отопительный период всем рекомендуем обратить особое внимание на систему отопления. То есть для нашего региона это характерно газовое отопление. Принять все меры для устранения нарушений, выявленных в ходе рейдовых мероприятий. А также в случае, если есть возможность, провести техническое обслуживание газопотребляющих систем. Далее детям объяснить, что нельзя играться со спичками, нельзя пользоваться неисправными электроприборами. Также основная причина пренебрежения правилами пожарной безопасности – это распитие спиртных напитков. Наше взрослое население, выпив, как уже было ранее сказано, набираются храбрости. Думаю, что с кем угодно, но только не с ним это может произойти. И впоследствии у нас происходят трагические случаи, что случается пожар, травмируются или погибают люди. Материальный ущерб большой идет. Поэтому еще раз хотим напомнить, акцентировать ваше внимание. Будьте бдительны, будьте внимательны, берегите себя и своих близких. Спасибо. Есть еще такое поздравление от нашего телезрителя Марата. Добрый день. Хочу поздравить всех ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Очень отрадно слышать из истории Уральска, что именно первая пожарная часть была создана в нашем регионе. Спасибо, Марат, за ваше поздравление. Ну а мы продолжаем нашу передачу. Дорогие телезрители, еще раз напоминаю средства нашей связи. 28 58 69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 37 264 15. Ну а пока прервемся на музыкальную паузу, а далее мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, еще раз напоминаю средства нашей связи. Дорогие телезрители, еще раз напоминаю средства нашей связи. Дорогие телезрители, еще раз напоминаю средства нашей связи. Продолжение следует... 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 Суеверия, конечно, когда я лично сам работал в пожарной части, суеверия были. То есть, например, после пожара приезжают подразделения, после возвращения в подразделение, после пожара, допустим, работа кропотливая, люди потеют, грязные. И кто-то, например, хочет пойти в душ. В основном это связано с молодежью, которые только устроились на работу, некоторые не знают, бегут сразу в душ. И во время нахождения его в душе случается другой вызов, следующий. И в этот момент вообще суеверие было. До сих пор, я думаю, оно осталось. То, что после пожара, можно сказать, мыться нельзя. Ну, в плане полностью мыться нельзя, то, что вот такое суверие есть. Допустим, кто-то с отпуска выходит. Если с отпуска выходит, и, допустим, случается в первый же день его рабочий день, после отпуска случается вызов, получается то, что он, как-то, может, говорят, что он какой-то, ну, такой, да, грешный такой, да, ну, в таком смешной форме, что ты грешный, с отпуска пришел, у нас выезда вот опять. Ну, вообще, есть такое, как сказать, не совсем смешное, конечно, есть такое выражение, когда пожарные спят, люди смеются. Правда, конечно, у народа есть такое понятие, вот пожарные спят. Но когда пожарные работают, люди плачут. Понимаете, да? Этим хочу стать. Давайте просто будем смеяться, чтобы не плакать, будем соблюдать все меры предосторожности. Ну, как было ранее сказано, будем беречь себя и своих близких. Спасибо. Ну, а вы что можете вспомнить о своей практике? Может, были какие-то смешные случаи, нелепые ситуации, когда вас вызывали, скажем? Такие случаи вроде не припомнишь. Как-то как бы не было. Да, смешные. А вот этим вы придерживаете? Если нас вызывают, то там навряд ли, наверное, людям не до смеха, если требуется спасательная помощь. Такого вроде в практике моей личной не было, что смешные случаи. А про суеверие, ну, бывает, ну, это личное мое, допустим, мнение суеверия мое какое-то. Если я приезжаю на выезд и выходят, простой обычный выезд, бытового характера, блокировка двери. Если я с собой сразу возьму документы, как старший для заполнения, то, получается, мы с этой двери будем возиться 30-40, может, и 50-й час где-то. Ну, попадется такой замок тяжелый, как-то каверзный. А если документы с собой не берешь, то эта дверь может за 5 минут открыться. Ну, вот такое суеверие какое-то бывает. То есть у каждого есть свое суеверие? Да, какие-то есть. А у вас есть шамбулат? У нас насчет водолазки в основном. Ну, каждый год начинается январь месяц, а если в январе какая бригада начнет, вот этот водолазный выезд отрабатывает, вот эта водолазная группа, например, целый год будет именно на этой смене будут вот такие водолазные выезды. Это и нужны будут вот с января месяца какие-то, необходимы будут произвести водолазные спуски, водолазные работы какие-то, если какая-то смена первая попадет на этот выезд, да. В изгод он будет отрабатывать. Ну, они сбываются, эти суеверия? Да. Ну, частично, конечно, не полностью, но бывают такие случаи. Спасибо. Ну, и остается у нас совсем немного времени до окончания передачи. Я думаю, что вы хотите поздравить тоже своих коллег сегодня своим профессиональным праздником. Пожалуйста, Макс. Да, пользуюсь случаем, хотелось бы всех коллег поздравить с профессиональным праздником, всем пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, в нашей работе, чтобы было поменьше выездов, поменьше чрезвычайных ситуаций, вот. И благополучия, семейного благополучия, терпения и достатка. Всем спасибо за поддержку, конечно, за поздравления. Всем хорошего. Самое главное – здоровья, за поддержку. Всегда были дружные коллективы. Спасибо большое. Спасибо. Всем телезрителям хочу выразить благодарность, слова благодарности за поздравления, за поддержку. Спасибо вам. Уважаемых коллег, хочу поздравить с наступающим праздником, Днем Спасателя. Пожелать самое главное – здоровья, успехов, благополучия не только в работе, но и в семейной жизни, в личных делах. Поблагодарить всех за сплоченность нашего коллектива. У нас очень большой коллектив. И всего самого наилучшего, поменьше чрезвычайных ситуаций, чтобы было в нашей жизни. Я забыла задать вам вопрос. А как вообще ваши родные и близкие относятся к вашей работе? Наверняка они каждый раз переживают, ждут вас дома. И вы можете сейчас тоже не передать свои приветы. Да, всем родным и близким тоже так же передаем привет. Конечно, родные и близкие, по началу, когда устраиваешься на работу, рассказываешь случаи, которые происходят, на которые выезжаешь, выезда, случаи происходящие, рассказываешь. Для некоторых это дико, они с ужасом относятся к некоторым вещам. Но потом со временем привыкают, как бы, и у нас опыт тоже приобретается со временем в выполнении аварийно-спасательных работ в различных выездах. И как бы уже привыкают к этому. Для них это как бы становится обыденно, для нас тем более, потому что мы приобретаем опыт, как бы, и большинство. Спасибо. Да, дети тоже. Дети многое спрашивают. Мы тоже пользуемся. В общем, хотелось бы поздравить всех коллег с этим праздником, День спасателей. Поздравить еще ветеранов наших тоже с этим днем. Всем пожелать здоровья, благополучия. Но я думаю, самое главное в нашей профессии это удача и везение. Желаю всем, чтобы всегда со всеми сопутствовало только везение, удача рядом ходило. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе, еще раз поздравить вас с вашим профессиональным праздником, пожелать вам спокойствия, ваших непростых рабочих буднях, конечно же, здоровья, любви и надежных товарищей, готовых всегда прийти на помощь. Спасибо. Пускай в вашей жизни будет поменьше чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а побольше радостных и запоминающихся событий. Всем приятных выходных и до встречи на телеканале Акжайник. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...